Дом с видом на горные пейзажи, зеленый луга – мечта любого горожанина в поисках умиротворения и эстетики. Жители с восточной окраины Черкесска в числе таких счастливчиков и тех, кому в придачу ко всем природным прелестям досталось еще кое-что. Екатерина Семенова подробнее. Там очень много воды. Прямо она выходит. Владимир Муртазов не может пожаловаться на отсутствие воды. Даже в небольшой дождь его огород превращается в озеро. И так у всех жителей этого микрорайона. Все дело в водосборной трубе, куда стекает вода с горного склона. Чтобы селевые потоки не размыли федеральную трассу, дорожники проложили трубу под ней. Таким образом, дорога в безопасности, а вот чего не скажешь, про жителей улиц Шоссейные. Они первые, на кого обрушивается фонтан воды с набором, как из-под крана. За три года такой жизни местные привыкли, что сапоги стали вещью мазхэв и уже подумывают о мини-аквапарке. Огород коту подходит. Картошка пропадет, морковка пропадет, калина пропала, малина пропадет. Посею все. На Черноморском переулке он сразу за шоссейной картина та же. Несмотря на то, что и находится чуть дальше. В дворах сыра, пристройки затоплены, фундамент трескается. Не хватает только лодки. А так район похож на маленькую Венецию. Правда, в отличие от настоящей, такие виды уж точно не вдохновляют, а наводят на размышления. Хотя бы дренаж какой-то сделать, чтобы в абазинку вытащить. Мы там сами смотрим, там надо в любом случае трубы взять. А трубы бушные, говорят, там большинные цены, короче, выходят. Минимум 100 тысяч нужен, говорят. А еще плюс трактор, вот этот. Ну, выкопать сами наняли бы, выкопали бы. Хотя бы трубы нам выделили бы. Мы туда выслали специалистов, на этот участок. Примерно составили смету, сколько это будет стоить, чтобы отвезти оттуда воду. Сейчас вот решается вопрос финансирования. После того, как будут выделены средства, там будут произведены практические работы, чтобы впредь уже вода не беспокоила жителей. Понятно, что каждый привык больше надеяться на себя, и уж потом, как крайняя мера, обращаться в различные инстанции. А зачем? Ведь есть те, кто решает эти вопросы. Екатерина Семенова, Рашид Токов, Аслан Баташев. Вести. Карачаево. Черкисия.